Подготовка почвы сводится в основном, сейчас все стремятся сэкономить, поэтому основная цель это подготовить почву, взрыхлить ее и выровнять с осени, так как после пахоты не всегда удается качественно выровнять, бывает недостаточно влаги в почве, недостаточно почва разделывается качественно, поэтому мы в основном тяжелыми дисковыми боронами рыхлим ее двукратно и стараемся тяжелым культиватором уже перед уходом в зиму выровнять поле, чтобы уже можно было весной проведя одну предпоседную культивацию при прогревании ее, при достижении физической спелости, или может быть даже вообще не делая никаких культиваций, а сразу сеять. Самая главная цель это с осени, не всегда получается, сразу скажу, по различным причинам, по погодным, по организационным, техническим каким-то, но мы стремимся всегда вот так вот. Когда по нулю выращивал я, то мы с сорняками с осени боролись, если у нас было многолетнее какое-то засорение, и мы ждали осенью, пока отрастет на поле корнеотпросковые, там вьюнки, асоты, и мы тогда, значит, с осени боролись с глифосатами, в основном, в смысле, там, с декамбой, с 24D, чтобы весной уже у нас была проблема только однолетних сорняков. Многолетние мы гасили еще вот на этой стадии. Вот, а вот по нашей технологии, которая у нас классическая сейчас, мы, у нас, в общем-то, таких проблем с многолетним засорением нет, в основном это однолетники все, и мы, набор гербицидов, он, в принципе, ограничен на льне, их не так много, там, буквально по однодольным, по широколистным, там, это на пальцах пересчитать, это там секатор турбо, там, всем известный, байеровский, там, это на основе метсульфурон метила, на основе МЦПА кислоты, вот, смеси делаем, ну, и если есть какие-то проблемы со злаками, сорняками, то, вот, применяем какой-то граминицид. Вот, нельзя применять галаксифоб. Вот, значит, наши, наши производители масла, и они, вот, указывают на то, чтобы мы граминициды не использовали с содержанием вот этого вот действующего вещества, препараты. Все остальные граминициды, ну, вот, можно применять. Но это вы работаете уже по вегетации, или нет? Это уже, значит, граминицид там не зависит, ну, они пишут, значит, по регистрации там все равно фаза елочки идет, ну, мы разделяем обработку от двудолки, от широколестных сорняков и обработку граминицидом. Ну, связано это с тем, что, если совмещать две этих обработки, в самом граминициде есть препараты, которые растворяют восковой налет на льне, а именно в эту фазу елочки он наиболее устойчив к гербицидам, у него есть восковой налет, такой более мощный. И тогда лен будет получать, он сам является двудольным растением, он будет получать очень большой стресс от гербицидов, он и так стресс получает всегда, вот, а тут будет еще больше, поэтому эти две обработки, они разделяются по времени, там, 3-4 дня до недели, вот так вот. 80%, наверное, сеются у нас практически все производители, это в НИМ-620, всем известный. Как бы там, их список сортов, которые создал в НИМ, пустовой-то там, наверное, больше 10-ти, ручеек, радуга, небесный, флис, там, из новых, там, авангард, из самых последних, И-117-ый, очень много сортов, есть, вот, индивидуальный предприниматель Тарасов фаворит, вот. Вот, ну, пока, как бы, по своей пластичности, по своей устойчивости, там, к засухе, 620-ый, это как эталон, как стандарт считается, и он, ну, оправдывает. Вот, и поэтому, в основном, все сеют вот этот сорт, и мы в том числе. Хотя у нас, вот, несколько сортов, и сейчас есть, есть и радуга в одном из хозяйств, пробовали мы и 117-ый сеять, ну, один, в прошлом году, небольшой участок, вот. До этого тоже и ручеек был, вот, небесный выращивали как-то, но у него, он, он высокий, а там проблемы всегда на льне с соломой, поэтому при очувствующей жадке, там, таких проблем нет, и бывает, ну, это даже предпочтительнее, повыше, вот, ну, вот, в основном, 620-ый. Обязательно нужно протравливать. Там два протравителя, один фунгицидный и один инсектицидный. Фунгицидный, ну, есть такое понятие, льноутомление, это вызывает грибы фузариум, фузариозное увядание, вот, и эти грибы, они сохраняются в почве, там, на протяжении 5-7 лет, поэтому его возвращают на прежнее место, не ранее 7 лет, вот, чтобы не было вот этих проблем, связанных с заболеванием. Поэтому фунгицидный протравитель направлен именно на борьбу с фузариозным увяданием всходов, вот, а инсектицидный протравитель, это на основе неоникотиноидов, раньше мы, значит, использовали тиаметоксам, 2 литра на тонну, ну, это обложка, по всходам, леоная обложка, вот, ну, сейчас на основе имидеклоприда используем препараты, которые имеют регистрацию, именно на льон масличный, так как все понимают, сейчас в новых реалиях у нас есть Сатурн, и мы выбираем, стараемся выбирать, конечно, препараты, которые есть в списке разрешенных пестицидов к применению, вот, и сейчас мы остановились вот на вот таких претравителях. Если не секрет, как Вы обрабатываете семена, чтобы они не склеивались? Ну, они... Ну, тут два принципа, надо соблюсти. Первое, это не более 5 литров рабочей жидкости, чтобы было на тонну. Это первое, не так, как на зерновых, там, 10 литров. И второе, нужно, чтобы семена, ну, во-первых, нужно их хорошо, равномерно нанести, эти 5 литров, с помощью, там, или бетономешалки, если у Вас небольшие объемы этих посевов, то можно бетономешалкой это сделать. Если большие площадя, понятно, там, и большие партии, значит, семян, то, ну, ПС-10 настраивается. Нужно только смотреть, периодически очищать камеру, значит, протравочную, потому что он налипает на стенки, ухудшается пропускная способность протравочной машины. И тут нужно смотреть внимательно на вот этот весь процесс. Вот, ну, быстрее. Таким машинкой травится намного быстрее. Вот. И второй момент, который нужно соблюсти, это, чтобы семена льна полежали хотя бы там недельку, дней 10, впитали в себя, подсохли, и тогда они вот при погрузке, они начинают рассыпаться, и проблем никаких нет. Любой сеялкой можно сеять, и пневматической, и катушечной. Вот сразу, если Вы протравили, и повезли в поле, то могут быть проблемы. Вот как раз вот это вот ослезнение, и слепание, и оно не дает сеять. Поэтому протравку нужно заблаговременно проводить, там, за две недели хотя бы. С одной стороны, значит, лен, рано высеваемая культура, и, как в учебниках написано, сходы его могут выдерживать, там, кратковременное понижение температур до минус 4 градусов. С другой стороны, значит, если сеять его, как только почва позволяет это сделать, можно натолкнуться на ряд проблем. Во-первых, он вымерзать может, и вот, ну, на моей практике пересевали соседнее хозяйство, значит, лен посеянный, вот в такую холодную почву, еще не готовую, и, соответственно, тут нужно понимать, все-таки, какие, прогноз погоды, внимательно смотреть, какая погода будет. Шаблон, это так, 8-10 градусов прогревания почвы на глубине посева. Глубина посева, конечно, оптимальная, 3-4 сантиметра, хотя там, на легких он там выдерживает 5-6 сантиметров. Он сходит, чуть-чуть меньше у него полевая схожесть становится. Просто вот, не надо сильно, сильно, понятно, желание, значит, агрария посеять пораньше, так как лен, это культура длинного дня. То есть, получается, когда у нас день переходит через 13 часов, это сигнал растению, что нужно уже закладывать генеративные органы. Соответственно, до этого, сколько бы он не рос по времени, какую бы он не создал вегетативную массу, большую, маленькую, ему пора уже потомство давать. Соответственно, потом это потомство через листья начинает получать питательные вещества. и какого размера эта фабрика, уже, ну вот, какая была создана, такая она и будет, такой будет урожай. Вот. Ну вот, но можно натолкнуться на вымерзание, на неизреженные всходы, на... Поэтому вот, вот критерии температуры почвы и прогноз погоды последующий. Я думаю, что, ну, у льна не такая, там, мощная корневая система, как у пропашных культур, там, как у подсолнечника того же, и он... Или там, у засухосочевых таких культур, там, как у нута, там, которая глубоко проникает в почву. Поэтому я думаю, что, все-таки, несмотря на накопленный запас влаги, ну, надо ее пытаться сохранять как-то. Потому что могут сложиться сейчас такие условия, когда у нас верхний слой может пересохнуть. И, ну, как бы, есть такая тенденция, там, да, мы видим там сейчас, что у нас потихонечку верхний слой пересыхает. Вот. Мы получим сходы, растение начнет развиваться, но у него самое большое, наверное, водопотребление вот будет от бутонизации, цветения, вот в этот момент. И если не будет влаги вот в этом верхнем слое, а там корневая у него неглубоко залегает, то, соответственно, в это время, если не будет там дождя, или если не будет закрыта влага в почве там с помощью там, там, баранования, там, какого-нибудь ротационного, пока он еще небольшой, ну, можно недополучить очень сильный урожай. Конечно, нам, наверное, многому надо учиться по питанию льна. Мы к этому пока не подходим не совсем, профессионально, потому что отношение ко льну все время, оно было такое, культура такая, довольно была низшая все время, и удобрения давали, как говорят, в притружку, там, 70-100 килограмм селитры, там, при посеве какую-то часть, там, подкормку, вот, ближе к этой бутонизации, к цветению, когда у него основное потребление азота, там, под дождик, не под дождик, как получалось, разбрасывали там эту селитру, вот. Сейчас мы в своей технологии, ну, у нас, мы селитру так как солома там у нас все равно какая-то присутствует после пшеницы, и если мы ее не запахиваем, она, соответственно, распределена в этом слое, куда мы сеем, и под предпоседную культивацию, там, даем селитру, там, ну, и думаем о том, что это какая-то компенсация будет, там, на разложение этой соломы, вот, и, ну, это в размерах, там, 70-100 килограммов, не более, и с посевом даем, ну, азофоска, 16-16-16, тоже, ну, сейчас вот у нас чуть уменьшили, 70-100 килограмм давали, стимуляторы применяем, но стимуляторы у нас там есть собственного производства, это для того, чтобы уменьшить стресс от гербицидов, мы в баковой смеси применяем, у нас в одном из хозяйств есть, как называется она, вермикультура, это черви перерабатывают навоз, вот, и потом делаем настойку из переработанного вот этого гумуса, получившегося, и, соответственно, там у нас идет уже 200 килограмм этого гумуса на тонну воды, и этим настоем мы обрабатываем, ну, не только там лен, и другие культуры обрабатываем, и мы видим хороший эффект по стимуляции, по уменьшению вот этой гербицидной ямы после обработки. да, в одно хозяйство мы сейчас приобрели, там, две очесывающие жадки и сейлку приобрели, прямого посева, вот, и планируем там убирать очесом, и сеять по очесанному льну, потом напрямую, вот, и, ну, я так делал, все получалось, все замечательно, никаких проблем с последующей культурой, с соломой никаких проблем, вот, но в других хозяйствах и до этого у нас обычная технология, самые большие проблемы там, где комбайны у нас вот акрасы, которые не могут качественно измельчить, качественно разбросать, распределить по полю, там, где мы убираем классами, импортными комбайнами, они это делают, более качественно измельчают, сам лен, и равномерно его разбрасывают, и, соответственно, подготовка почвы, там, ну, проблем таких нет, мы можем свободно, там, провести дискование и посеять, вот, особое, вот, в этом году, да и в прошлом году, когда у нас, ну, хорошие урожаи были льна, соответственно, и большие были пожневные остатки, вот, в хозяйствах, где не было импортной техники, где нет у нас импортной техники, конечно, это, ну, большая проблема, не надо торопиться, нужно, чтобы стебель ломался, чтобы был коричневый, там, ну, бывает такое, что уже он, якобы, уже готов, коробочки готовы, на влажность его берешь, он там, 8%, а сам стебель еще такой, лимонно-желтый, и он еще, не коричневый, он еще не ломается, ну, есть там, соблазн, начать уборку пораньше, там, вот, ну, нужно, подождать, пока он все-таки, но это, довольно такой, период, можно недели две ждать, время идет, как бы, и вот, ну, осыпается, ну, как раз таки, ален позволяет ждать, он долго стоит на корню, не осыпается, с ним ничего не происходит, в этом смысле, довольно такая, технологичная культура. Диссекацию вы не проводите, раз ждете? Ну, диссекацию, мы проводили, раньше, значит, пока был разрешен, глифосат, в качестве диссеканта, мы все товарные посевы проводили диссекацию, глифосатом, а товар, а семенные посевы льна, мы дикватом проводили диссекацию, вот, ну, сейчас, глифосат запрещен, как диссекант, соответственно, мы, закладываем в своей технологической карте, каждый год затраты на диссекацию, у нас там идет 2 литра, диквата, ну, стараемся брать такой, который, более концентрированный, там, честный, там, дибромид иона, где у нас 150 грамм на литр, а не 80, и добавляем еще, стараемся какие-нибудь прилипатели, чтобы усилить этот эффект, чтобы, ну, улучшить сам процесс этой диссекации, вот, мы проводим диссекацию, ну, когда она нужна, тоже, смотрим по обстановке, если год влажный, соответственно, посевы льна, к уборке начинают зарастать, вот, и приходится делать диссекацию, чтобы была нормальная сепарация, нормальная уборка. С совкой, я уже сказал, мы справляемся по всходам с помощью инсектицидного протравителя, вот, а во время вегетации, ну, бывает, на льне появляется совка, ну, как бы, тут нужно смотреть порог вредоносности, надо по ней работать, не надо по ней работать, по совке, конечно, там работают хорошо, там, такие препараты, как там, карраген, амплига, но, они очень дорогие на гектар, затраты большие, поэтому, мы в основном берем, там, перитроиды, пока она еще в маленьких фазах, ну, мы не всегда работаем, поэтому инсектициды тут нужно смотреть, вот, берем смесь, там, двух перитроидов, например, там, какой-нибудь дешевый, там, альфа-циперметрин, и какой-нибудь, там, вантекс, и делаем смесь, вот, стараемся, чтобы не нагонять затраты, и по необходимости, надо, не надо, рассмотрим, если пользуемся граминицидом, если есть там поля проблемные, по злаковому сорению, то, вот, особо не рекомендуется, применять граминициды, с содержанием, галаксифоб, этила, все остальные, вот, именно клаприд, который мы используем, на семенах, практически, уже к уборке, его там, обнаружить, там, его не обнаружишь уже. Ну, вот, у вас еще тут отмечен, молотион, и хлорпирифоз. Это, это, это фосфорорганические, инсектициды, значит, и, ну, вот, их, можно было бы, наверное, использовать, против совки, но, обычно, ими, никто не пользуется, сейчас, потому, ну, такой проблемы, с совкой, вот, лен, такой большой проблемы нет, и, я думаю, что, даже, вот, навряд ли, кто-то будет использовать, эти препараты, на, на льне. Смотрите, по прямым затратам, если, у нас, примерно, вот, на гектар, если, вот, без НДС, мы берем, у нас, где-то, ну, 11,5, с НДС, там, 13 тысяч рублей на гектаре, получается, наши затраты, основные затраты, это, 30 процентов, занимает, это, удобрение, 25 процентов, это, вот, ГСМ, и, остальные, там, по 15 процентов, это, средства защиты растений, это, зарплата людям, 15 процентов, семена, все, это, вот, наши прямые затраты, ну, по совокупным, там, цифра будет больше, с учетом, ну, всех, она, там, по-своему, считается, там, амортизация, основных средств, и так далее, ну, у нас это, где-то, выходит нам, порядка 20 тысяч, все вместе с прямыми, вот, и, чуть больше, 21, там, а, плановая урожайность, ну, у нас заложено, где-то, 11,5-12 центнеров, в среднем, там, по хозяйству, и, поэтому, у нас, значит, то, на произведенного, зерна нам обходится в 20 тысяч рублей, это наша себестоимость, соответственно, ну, при цене, например, 30 тысяч рублей за тонну, у нас, вот, 30 процентов маржинальность, получается, льна, ну, как бы, если мы, нужно стремиться, получить хотя бы тонну семян, тонну масла семян, 10 центнеров, и, вот, при вот таких ценах, у нас маржинальность, льна будет, ну, довольно неплохая, 30, а может быть, даже и больше, если у нас, больше 10 центнеров будет, и до 40 процентов, она может заходить, вот, это я говорю вам, по ценам, вот, нынешним сейчас, реальным, текущим, которые, закладывались, вот, у нас сейчас, технологические карты, на 24 год, надо, надо, понимать, что там, складывать, то яйца, в одну корзину, нельзя, нужно набор, иметь культур, какой-то, чтобы, где-то ты там, теряешь, где-то, что-то выстреливает, что-то нет, где-то там, погодные условия, сложили, для одной культуры, удачные, для другой нет, цена сложилась, для одной культуры, хорошая, для другой нет, тут факторов много, иметь его все в обороте, надо, теперь, в ластань, есть завод, и есть избыт, есть переработка, поэтому, тем более, нам нужно иметь все в обороте, такую культуру, как лен, lots. ПОДПИШИСЬ!